Классический коктейль Есть основное отличие классических коктейлей, которые появились в этот период, и современных, которые появились позже. Как мы знаем, это было очень тяжелое время для барной культуры в частности. И я советую каждому бармену изучить этот период и почитать пару книг, чтобы знать историю своей профессии. Также все эти коктейли включены в Международной ассоциации барменов в специальный ежегодный корректируемый список. Коктейли, попавшие в этот список, являются наиболее популярными и распространенными во всем мире. А также рецепт их приготовления приведен к единому стандарту. Когда-то я считал, что все в нашей культуре должно придерживаться определенным стандартом. Когда ты приходишь в бар в Нью-Йорке или в бар в Москве и заказываешь водку мартини, тебе должны принести одинаковый коктейль. Но увы, в 90% случаях это бесперспективно. Каждый имеет свои вкусы и свои предпочтения. Это касается как барменов, так и владельцев заведения и нас, обычных гостей. Поэтому, часто заказав в дайкири в баре, я получаю бокал с молотым льдом и алкоголем. Потому что бармены не знают, в чем отличие фрозен дайкири от обычного и считают это нормальным. Но это еще не все. Когда я сделал водку мартини для моих немецких коллег, первое, что они сказали, это было... Но именно такой рецепт дает нам Библия бармена. А сделав моим друзьям из России мой любимый немецкий вариант, в который входит полчасти вермута на полчасти водки, они сказали... Дружище, у нас что, выросла грудь? Почему ты делаешь нам женский коктейль? Ты что, решил не долить нам водки? Поэтому, друзья, не нужно придерживаться классических рецептов. Нужно придерживаться классических коктейлей. Если гость заказал у вас водку мартини, друзья, спросите у него, хочет ли он ее более сухой, или более крепкой, или, может быть, более нежной, приготовленной методом шейк. Главное в нашей работе – это наши гости, желания которых мы должны угадывать и выполнять. Поэтому сегодня я приготовлю вам мою любимую вариацию коктейля водка мартини, в которую будут входить водка и вермут в равных количествах, а украшать я это буду обычным пилом лимона. Ну а готовить этот коктейль я буду любимым методом Джейса Бонда – методом шейк. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. есть своя история. Поэтому ищите, узнавайте и не останавливайтесь на достигнутом. Поэтому часто, заказав в баре обычный закири, я получаю бокал со льдом. Где вот? Нет? Продолжение следует.